Всем привет, с вами Прия. И спустя после долгого времени игры на войне, порядка десяти лет, я всё-таки решил на него вернуться. И многие люди задаются вопросом, а почему? Раньше я играл на ДК, раньше я играл на Монахи, до этого ещё играл на Варе. Очень классно, очень много. Потом всё-таки освободился от него и теперь заново сел на него. И людям, конечно, интересно, задаются вопросом, почему, почему, почему. Ну, во-первых, это мой мейн, стоит это признать. Это мой самый основной класс, в котором я, в принципе, начинал играть. То есть, все десять лет уделены только его прокачке, можно сказать, почти. Кроме, конечно, конца Легиона, второй половины, когда я играл за ДК. И получается, до патча 8.2, там я играл за Монаха и за ДК. То есть, всё остальное время, в течение десяти лет, всё было влито только на Война. И, в принципе, играть это за него приятно. Лично мне я вернулся на него. И те кнопочки, та ротация, которая есть в текущий момент, хоть она и схожа с Легионовской, но она приятная, стоит признать. Также Войнам очень удобно, в принципе, ощущать себя в рейде. Чувствуется темп игры, динамика игры и вообще на нём классно играть в текущий момент. Если рассмотреть какой-либо прогресс, смотреть, если хорош Левар в текущий момент, то, конечно же, да. Потому что у Война есть много всего полезного, у Война есть стан, у Война есть рывки, у него мобильности много. Хорошо себя чувствует во всех почти аспектах и, в принципе, кайфово им играть на текущий момент. Плюс, люди давно хотели увидеть меня на Войне вновь. Не особо много людей узрело тот момент, когда я был на ДК или когда я был на Монке. Они всё же помнят меня по игре на Войне. Спросив людей в ВК-группе, а мы там периодически общаемся, и ссылочки абсолютно на все ресурсы есть в описании. Загляните обязательно, если вам будет интересно. Тоже говорят о том, что кому-то интересно играть за Война в текущий момент. Кто-то просто не может играть за Война, то, что давно не тянет и всё такое прочее. Это, конечно, дело вкуса. Если вы нацелены на какой-то там высокий и хардкорный рейдинг, то, конечно, нужно сидеть и анализировать танков и держать в некой актуальности большое количество игровых классов. Но так как я, в принципе, изначально стартовал в патч 8.2 с такой мыслью, что я не буду рейдить, а мне всё-таки немножко предложили, то чуть-чуть и можно порейдить, почему бы и нет. Войн очень хорош в мифик плюсах. Я в тот момент, когда стартовал 8.2, я думал, ну, буду сидеть, всё мифик плюсы крыть, спокойно общаться с вами на стриме и делать видосики. Почему бы и нет? Это весьма хороший и позитивный контент, который, в принципе, любят многие, так как на трансляции люди заходят в большинстве своём с целью пообщаться и обсудить какие-то интересные фишечки, интересные новинки в игре. А также иногда что-нибудь спросить о жизни и пообщаться о чём-нибудь неигровом. На Войне я чувствую себя комфортно, отыграл на нём 668 дней чистого игрового времени, спокойно могу сидеть, смотреть чатик и нажимать кнопочки. Выбор игрового класса всегда ставит многих людей в тупик, но изначально я выбрал Война, ну, потому что, наверное, он сильный, потому что Войн, боец за справедливость. Хотя такой же логикой я, наверное, мог руководствоваться, выбирая Паладина, но почему-то всё-таки решил Война, потому что основной ресурс Ярость, как-то интереснее всё это смотрится. Путь начался с Война и, скорее всего, он закончится на Войне, так как, что будет в дальнейшем, очень сложно предугадать на самом деле. Но я думаю, всё будет хорошо, это случится не скоро. По крайней мере, следующим таким врывом в виде контента будет выход серверов Classic, который уже будет 27 августа, мы это прекрасно знаем. И, само собой, конечно же, будут стримы по прокачке, всё это будет на Войне. В слове прокачка столько боли на самом-то деле. Я посидел, я поиграл Войнам на классике, это правда больно. Приходится отпиваться после каждого убитого моба, отъедаться. Приходится много чего интересного делать с целью того, чтобы просто прокачка стала удобнее. Это не то, что сейчас у Война всё есть. Ну да ладно, отпустим эти грустные мысли, всё-таки выход классика ещё лишь только, правда, через полтора месяца. Стоит насладиться актуальным контентом, полёты сделаны, нужно делать локалочки, нужно делать дейлики, ачивочки. Возможно, рейт немножко попроходить, возможно, даже в мифике что-то закрыть. Не знаю, может быть, через какое-то время не особо тороплюсь с этим. Мифик плюсам, может быть, да, стоит уделить какое-то время. То есть посидеть, поизучать подробно тактики, всякие скипы, всякие различные интересности с модификаторами. Как проще, как лучше, как интереснее всё это для группы сделать, как правильно группу формировать. Ну, стоит этому немножко научиться конкретно в БФА. Всё-таки, мне кажется, в Легионе это было как-то чуточку попроще. Сейчас система эта развивается, киберспорт там придумывает и всё такое. Поэтому нужно всегда адаптироваться под конкретно то, что дают нам в текущий момент разработчики. Поиграю в ARM, укреплюсь на нём после весьма долгого перерыва. То есть, получается, в июле 2017 года я ушёл с воина, я пересел на ДКшечку, я поиграл на нём до конца Легиона. В начале БФА я создал монаха, вместе кооперировал с ДК, получается, ДК монах играл. И теперь вернулся на воина в июле 2019 года. То есть, получается, целых два года я из жизни воина стёр просто-напросто. Ну, восполню знания, быть может, сделаю гайд на протвара, что-то расскажу, какие-то основы. Буду опираться на тот гайд, который я делал ещё в старте Легиона. Он был очень хорош, там и просмотров много, и положительных отзывов. Вот, так что примерно как-то так. Дайте знать в комментариях, если хотите, если какую-то мысль хотите свою приложить насчёт воина. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Чеки-чеки, сейчас так оно и будет. А он напишет, он 100% напишет. Скажет, you need this. Я скажу, yes, I need this.